Вот как бывает, если не соблюдать правила проезда перекрёстка. Данный участок дороги на проспекте Дружба народов неоднократно попадал в поле зрения полицейских города. Инспекторы ГИБДД регулярно фиксируют здесь ДТП, причём с пострадавшими. Мы должны принимать меры, так как на этом перекрёстке уже зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, в той ситуации, когда водители поворачивали с проспекта Дружбы народов налево. Именно поэтому Дорожная инспекция столицы выступила с предложением нанести на данный перекрёсток новую разметку, чтобы автомобили комфортно и безопасно следовали в нужном направлении. Разметку сделали специалисты городского транспортного отдела. Но по факту происходит иначе. Водители едут так, как им удобно, как они привыкли. Даже несмотря на нанесённую дорожную разметку, не все водители соблюдают требования. Но Госавтоинспекция города Абакана ещё раз обращается к водителям транспортных средств, что именно при проезде больших перекрёстков левыми бортами автомобилей это безопасно. Во-первых, водитель не выезжает, срезая перекрёсток на полосу встречного движения. А во-вторых, ему не мешают те водители, которые двигаются в прямом направлении, либо поворачивают налево. Более того, водители, управляющие транспортным средством, должны знать, что при образовании на перекрёстке затора, это максимум три транспортных средства, водитель четвёртым автомобилем уже не имеет права на него выезжать. Если новая разметка не даст результата и аварии на данном перекрёстке будут дальше происходить, то выход в установке здесь современного трёхфазного светофора. Он регулирует движение на перекрёстке. Встречные потоки едут по очереди и ждут для движения своего сигнала светофора. Однако пока есть заминка в монтаже оборудования. В данный момент мы вообще планируем на этом перекрёстке сделать трёхфазный режим работы светофора. Но в данный момент сейчас по технической возможности не получается нам это сделать, в связи с тем, что надо реконструировать светофорный объект. На сегодняшний день АСБ прорабатывает эти вопросы. И, наверное, скорее всего в течение июня месяца мы это сделаем. Нужно отметить, что такие светофоры уже хорошо зарекомендовали себя на улицах столицы и установлены на самых оживлённых участках. Кстати, есть данные, что на некоторых перекрёстках, благодаря трёхфазному светофору, количество ДТП снизилось до нуля. Продолжение следует...